МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телевизорители! Сегодня я имею честь пригласить музыканта, которого я очень давно ждал на свою программу. Почему? Потому что это действительно легендарный музыкант, с большой буквы музыкант. Я считаю, что Энвер Исмайлов – это национальное достояние нашей страны. Я с удовольствием вам хочу представить этого знаменитого, прекрасного музыканта, которого любят и знают во всем мире. Энвер, здравствуй, мой дорогой! Наконец-то мы встретимся! Ты знаешь, я помню, наша последняя встреча была где-то год-полтора тому назад, когда ты работал на вечере, на юбилейном вечере одного из своих друзей. Я там присутствовал, потому что это мой друг тоже является, и ты там играл. И ты знаешь, я на протяжении 20 минут, сколько ты работал, я не мог оторвать взгляда от той техники, которой ты владеешь и как ты играешь. Как же все мы, зрители и слушатели, бываем несправедливы к подлинным талантам? Называем звездами очевидных бездарей, не замечая порой солнце, звезду, от которой и светло, и тепло, и вся наша жизнь. Энвер Измайлов – звезда редкая, как говорят ныне, эксклюзивная. Его называют гениальным самородком, легендой гитаризма или самым неправильным гитаристом в мире. Но, как часто бывает, путь к небу у Энвера был на первый взгляд довольно прозаичным, даже обыденным. Сын Плотника закончил ПТУ и стал газосварщиком, хотя к музыке тянуло. Да и слух был отменным, даже самостоятельно выучился играть на гитаре. Впрочем, кто тогда только на гитаре не бренчал. Потому, поступая ему из училища, пришлось взяться за фагот. На гитару было не пробиться. Но все решила армия. Там он попал в ансамбль песни и пляски краснознаменного Дальневосточного округа, где все его музыкальные способности пришлись, как говорится, к армейскому двору. Ну, а дальше накрыл уже настоящий международный успех. Не сам по себе, конечно, а через полагающиеся тернии, но были здесь свои особенности. Энвер Измайлов – солирующий гитарист. А для этого нужна была какая-нибудь собственная фишка, выделяющая его из прочих музыкантов-солистов. Мы уже обратили внимание, как Энвер играет. Эта уникальная техника двуручной игры на гитаре называется тэппинг. Его изобретателями считаются два человека – американец Стэнли Джордан и Энвер Измайлов, которые открыли и освоили ее независимо друг от друга, причем практически одновременно. Признание было неизбежным. Победа на первом международном конкурсе гитаристов Европы в 1995-м, участие во всевозможных фестивалях и конкурсах по всему миру – в США, Германии, Франции и, конечно же, в России и в родной Украине. Энвер Измайлов – музыкальное солнце Украины продолжает светить. Светить всегда, светить везде. Кроме, увы, телевидения. Мне очень жаль, что сегодня музыканты твоего класса и твоего стиля очень мало попадают на экран. Почему появилось такое слово «неформат»? Ты же понимаешь, что «неформат». Что такое формат, никто объяснить не может, понимаешь? Это точно. И что такое «неформат» тоже никто не может объяснить. Почему? Потому что это такое абсолютно субъективное понятие, за которым, наверное, скрывается все-таки что-то бизнесовое. Почему? Потому что иначе быть не может. Я бы даже, знаете, добавил бы к слову «неформат» свой перевод. Не хочу. Я сам музыкант, отдал свою жизнь музыке. И я знаю, что музыка, к сожалению, далеко не легкий кусок хлеба. Далеко. Он может казаться красивым и вызывать восторг, восхищение, но чувствовать то, что чувствует музыкант внутри себя и отдавая свою жизнь музыке. Это же не только надо иметь талант от Бога. Это в первую очередь, это еще огромное трудолюбие, преданность своему делу. И то, что на сегодняшний день является твоей профессией, от которой ты не можешь уйти. Ты мне скажи, тебя кормит музыка сегодня? Скажу честно, да. Меня кормит, наверное, одного из немногих музыкантов, которым как-то удается совмещать, скажем, бизнес и свою любимую профессию хобби, так сказать. Но все-таки бизнес. Вы знаете, но у меня тут всегда по-разному переобладает баланс. То ли кажется иногда, что хобби, кажется иногда, что бизнес. Но, во всяком случае, считаю себя счастливым человеком, потому что это мне помогает жить и содержать семью. Конечно, иметь прекрасных моих друзей, поклонников, которые, когда мне трудно как музыканту, иногда подставляют плечо, помогают мне, скажем так, жить достойно. Так как, во всяком случае, чувствую себя какой-то звездой музыкального, так сказать, Олимпова. Я знаю, что музыкантам на сегодняшний день этой профессии очень тяжело выжить на сегодняшней сцене и сегодняшних условиях. Потому что не все музыканты солисты, так как ты. Ты же не забываешь, что ты независимый человек. Ты сам вышел себе, ты сам инструмент. И себе играешь. Ты можешь поставить минус себе и спокойно играть. Можешь без минуса играть. Можешь играть просто, взять гитару, сесть и играть, и получить то, что я слышал вот на том концерте, где я присутствовал, оно так и было. И ты, потому что ты же знаешь, у нас у музыкантов есть свои присказки, свои кое-что, что бабки делятся самое лучшее на одного. Это тоже есть. Да. И мне просто интересно. Почему? Потому что очень многие музыканты, я помог и помогаю очень многим музыкантам, которые на сегодняшний день, у них просто жалкое существование. То есть они еле сводят концы с концерта. Ну, вы знаете, у меня тоже в периоде жизни были очень трудные моменты, когда хотелось сбросить и заняться чем-то другим, на самом деле. Это было так, и я это говорю абсолютно честно. Особенно в начале, в конце 90-х, вот когда Сухой закон вышел. Я тогда, видите, помните, до 1984 года как-то работал, ну, в ресторанах, как ты жил в Узбекистане. У меня было достаточно работы, ну, скажем так, по свадьбам. Я свадьбу очень много играл. У меня как-то более-менее неделя была в сезон, скажем так, прилично забита. Чтобы заработать музыканту на свадьбах, я сам, в общем-то, играл на свадьбах и не скрываю это. По крайней мере, это, по крайней мере, кусок хлеба. И далеко не сладкий. Почему? Потому что эта заработа кровью и потом зарабатывается. И я знаю, как тяжело играть эти свадьбы. Это ты, действительно, это ты... Когда была молодость, знаете. Да, молодость, да, тогда ты была. Была какая-то энергия, знаете, скажем такая, позволяющая всю ночь продержаться на ногах, стоя и без перерыва играть. Да, да, да. Я это все прошел. Почему? Потому что я родился, вырос на Буковине. У нас там тоже свадьбы эти все. Ну, и каждая свадьба имела свое название. Если ты помнишь, были дворянские свадьбы, дворянские, ты же знаешь, да? Это на дворе. Это на дворе. А там декабрь месяц, колотун такой. А свадьба идет, и там... У нас там просто толока. Знаешь, толока – это такое место, такое... Утрамбованная, ну, площадка. И там толок – это там, где вообще толочат сено. А зимой, естественно, там такая площадка, там. И они еще танцуют, а музыканты играют. Музыканты играют, одевают перчатки с обрезанными такими... Маленькими, с собой с досками проходили под ноги. Да, ты же понимаешь, потому что колотун такой. И всегда у нас была традиция, когда там Трубач у нас был, он начинал играть. Мне декабрь кажется маленьким. Ну, это музыкантские такие... Поэтому я знаю, что тогда хотя бы был заработок какой-то для музыкантов. Да, хотя бы, да, это было, в общем-то, стабильно. Да, все музыканты, в общем-то, и были проделаны. Все прошли через великие музыканты. Великие музыканты работали, и это был их заработок. Но это, по крайней мере, не воровать, не убивать. Это заработанный хлеб. И хочу сказать, что ОБХСС никогда ни претензий к музыкантам не имела. Когда, допустим, если торгаши боялись себе там купить запорожец, горбатый же, помните? Да, да. Откуда деньги, если что-то? А музыкант мог себе позволить ГАЗ-24 тогда купить на рынке, и никто к нему претензий не имел. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что... Ну, правда, я был транжиром, я не помню. Вот есть у Бабеля, вот одесский рассказ, у него есть колоссально там, что вот эти даже жулики, вот эти все преступные меры, они никогда не трогали врачей, музыкантов и адвокатов. Был больше-то закон такой, понимаете? Все, вот ты мне скажи, вот ты музыкант такой, который ты индивидуум, ты можешь работать один, тебе никто не нужен, все. Ты на себе ощущал вообще в жизни вот такие вот, вот какую-то зависть, какую-то непрерензию? Ты же никому вообще ничего плохого не делаешь, что ли? Ну, не знаю, я в общем-то как-то никогда не задумывался, там, зависть или нет. На самом деле, зависть плохая штука, поэтому я стараюсь об этом не думать. Потому что, когда ты думаешь, что кто-то тебя завидует, ты внутренне, как бы, начинаешь его осуждать. А осуждать это тоже, как бы, не очень хорошо. Поэтому, если человек тебе не говорит в глаза, что это я завидую, или мол, ты завидую. Есть такое, чтобы кто-то признался, что он тебе завидует? Ну, признаются, но он у меня искренний, белый зависть. Я знаю, что ты получил звание народного артиста. И я знаю, когда ты получил, я очень был счастлив за тебя. Почему? Потому что получить инструменталисту, еще и гитаристу, еще, который не выходит, не играет там классику, там идейную какую-то, выходит, играет музыку. Играет музыку то, что у него на душе. То, что он чувствует. И такой музыкант, когда получает народного артиста, это трижды народный артист. Ты мне скажешь, сколько раз тебе подавали на народный? С первого раза? Ну, если точно, но с первого раза нет. Со второго, по-моему, я насколько знаю. Ну, нормально. А заслуженного ты мне скажи? А заслуженного я даже интересно получил. Знаете, как, я прилетел в Киев, там какое-то мероприятие пригласил. Это был 94-й год, по-моему, как раз в гостинице «Лебедь». Я прилетаю, и меня туда привозят. И мне, говорят, ребята, говорят, «О, привет, заслуженный артист!» Я говорю, «Какой я заслуженный артист?» Я говорю, «Какой я заслуженный артист?» А потом раз, ну, этот Юдитский, кстати, Зиновий Нестович. Он очень, очень приятный человек. И он говорит, «О, заслуженный артист, приветствуйте!» Он говорит, о чем вы говорите? «Подожди, а ты чего?» Говорит, не у Кравчука, он же сейчас вручает. Я говорю, я откуда знаю, мне вообще никто еще не говорил. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я знаю, что недавно с Бобом Макфегиным, в общем-то, играл вместе. Расскажи об этом, это зрителю должно быть интересно. Был звонок мне домой как-то неожиданно, звонил мне Лёша Когин наш. Да. Лёша говорит, Энвер говорит, в общем, такое дело. Я, говорит, у меня есть предложение, говорит. Да. Дословно. Говорит, денег нету, но такое предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я говорю, ты знаешь, Бобби Макферринг, ты же знаешь, выступает. Вот он тебя пригласил выступить с ним, сыграть импровизацию. Я говорю, Бобби Макферринг, меня? Ну да, потому что у него традиция такая, в каждую страну, куда он приезжает, допустим, выбирает музыкантов, которых он уже знает, скажем так, по записям. И, говорит, вот, естественно, когда менеджер его попросил отправить диски музыкантов, послушать, которых там много. Мы, говорит, отправили более 30 дисков туда. Он послушал, как тебя выросли. Из этих дисков было что-то? Не знаю. Вот это Лёша отправлял, что там было, я точно не могу сказать. Вот я приехал туда, в Октябрьский дворец, там саундчек был. Ну, мы пришли, я помню, поздоровались. И он говорит, ну, что будем играть? Я говорю, ну, давайте предлагать. Он говорит, нет, ты предлагай. Я говорю, ну, давайте, говорю, сыграем что-нибудь. А, я ему сказал, давай сыграем твою знаменитую, этот, Don't Worry, Be Happy. Да. Ну, обыграем её. Он говорит, ну, не надо, она мне, где-то уже 17 лет или сколько там он сказал. Ну, здесь. Ну, каждый...